И продолжается наш эфир. Многие наши телезрители просто не успевают напомниться, почему так много интервью. А потому что в гостях у нас самые что ни на есть профессионалы в своей области. Как бы это странно ни звучало, сейчас мы в гости позвали самого настоящего психолога с большой буквой Н. Асель Суинбаева, доброе утро, здравствуйте, как у вас дела? Все хорошо, спасибо. Тяжело ли психологам просыпаться по утрам? Ну не так тяжело. Если вечером ты правильно настраиваешься, то ничего, терпимо. Хорошо, с какими мыслями нужно засыпать ночью, чтобы утром просыпаться с улыбкой на лице? Что завтра будет замечательный день, что завтра я узнаю обязательно что-нибудь новое, ведь можно просто проходить, идти, допустим, по пути на работу, по пути, даже если она близко находится, тебе идти совсем мало. Нужно ожидать от жизни чего-то такого хорошего, классного. И оно будет. Что мы ждем, то мы и получаем. Наверное, поэтому игроки фондовых бирж всегда улыбаются, потому что они идут на работу и слышат, какие же слухи. Что же интересного сегодня произойдет? Ну ладно, шутки шутками, поговорим о серьезных вещах. Вы у нас являетесь специалистом в области, скажем так, моральной подготовки к тем или иным стрессовым ситуациям. Ну, в принципе, все психологи этим занимаются, но все же у нас сегодня тема, посвященная профориентации. И многие абитуриенты при поступлении, они теряются, и из-за этого, возможно, теряют свои шансы на построение светлого будущего не вообще, а вот именно в день экзаменов, в день поступления. Есть ли какие-то рекомендации, при помощи которых можно нивелировать этот стресс, ну и, соответственно, увеличить свои шансы на успех? Да. Вообще невозможно, чтобы люди не говорили, да, даже профессионалы, да, как вы говорите, чтобы люди не говорили, невозможно прям вот заранее подготовиться ко всем стрессам. Ну, просто невозможно. Потому что стрессы, они ведь идут один за другим, иные стрессы, иные стрессовые моменты, мы просто, мы это переживаем, и мы на этом не зацикливаемся. Идем вперед, потому что впереди тебя ожидает, или ты ожидаешь, или внезапно на тебя что-нибудь наваливается, и по-любому получается, что ты получаешь стресс. Но, именно что касается подготовки к экзаменам, ведь экзамены, да, это очень большой стресс, так как основное мое место работы – это школа. Я вижу, как дети страдают прямо. Но, я что заметила, вот за все время работы с детьми и с родителями, я заметила, что они, кто готовится заранее, и у кого хорошая, скажем так, теплая такая, дружественная атмосфера дома, родители адекватные, вот эти дети спокойнее проходят вот эти стрессы. Ну, а как же тот момент того, что, допустим, вот дома ему создали эту атмосферу спокойствия и уюта, а он пришел на тест, а рядом стоят ученики, которые очень сильно переживают, а стресс он такой, он заразительный. Вот вы как раз правильно сказали, вот, допустим, идет день экзаменов, да, стоят студенты и школьники, которые, ну, не все же заходят, да, если это не письменные экзамены, абитуриенты, вообще кошмар, да, это такой стресс просто невозможный. Потому что от них требует там какие-то, не просто каких-то знаний, а еще того, чтобы ты правильно выбрал профессию, чтобы ты именно туда поступил, куда надо поступить. Бывает, даже ему не хочется поступать туда, он хочет быть краснодеревщиком, он хочет по дереву что-то вырезать. Кстати, он сбросил, это я реальный случай говорю, понимаете, и от него так много навалено сейчас на детей, и ОРТ, и вот эти пробные ОРТ, но чего только сейчас нет. Вот детям сейчас, конечно, тяжело, и не все дети приходят подготовленными, вот, морально. Конечно, эти дети дергаются, вы бы видели, как они нервничают, и, конечно, вот это поведение, оно, ну, в кавычках, скажем так, заразно. Те дети, которые вроде нормально, я пришел, да, я готов, я сейчас зайду, все будет нормально, они тоже начинают испытывать вот этот стресс. И это, конечно, очень сложно, когда это уже принимает, скажем так, такой мини-массовый характер. Мини-эпидемия, получается, перед одним кабинетом. При делах одной аудитории, да. Хорошо, но вы затронули тему того, что когда у человека хорошая успеваемость, когда у него хороший теоретический базис, он переживает меньше. Неуспеваемость. Ну, неуспеваемость, хорошо, подготовка к конкретному дню. Теперь у меня следующий вопрос. Означает ли это то, что тот человек, который лучше готовится, меньше, скажем так, переживает? Соответственно, те, кто больше переживает, готовы намного хуже? Нет. То есть, если человек переживает, то, возможно, он просто-напросто не уверен в своей способности, скажем, сдать тот или иной экзамен. Вот сейчас мы с вами немножко поговорим тогда о физиологии, потому что есть еще и природные задатки, да. Человек рождается с определенным набором, как бы, уже психологических качеств, каких-то психических свойств уже. Есть люди, которые, вот, в народе их называют непрошибаемые или там толстокожие, да. Это люди, которые, ну, вот, прямо, вот, ну, совсем чуть ли не катаклизм. Они вот спокойно, не спеша, они вообще не думают, что не ожидают, прям, такого страшного, как бы, наплыва эмоций. Вот они спокойно все это переживают. Вот такие люди тоже есть, и их вообще не задевает вот эта массовая истерия, которая связана с экзаменом, рядом с ними творится. Есть и такие люди, и я, конечно, не скажу, что есть. Ну, допустим, такой человек, он не готовился к экзаменам, он просто, вот, он весь год учился, ну, или не учился, да, и пошел, и там, он вообще не парился, сдал, не нервничал и ушел. А остальные извелись, извелись, но те, которые учились. Ведь стресс он такой, что вот приходишь, ты думаешь, что ты все знаешь, ты уверен, что ты все знаешь. Гормоны, и все. У меня тогда следующий вопрос. Вы сказали о навалившейся ответственности на молодое поколение, в принципе, та же самая проблема была и 20 лет назад. В 15 лет за абсолютно всех, без исключения, заставляет выбирать себе будущее. Хотя, по сути, что знают люди в 15 лет? Ну, почти ничего. Ну, я думаю, так, скажем так, с высоты своего 26-летнего опыта, кто-то думает то же самое про меня, я уже говорю про более старшее поколение. Но все же, не было бы логичным вот эту профориентацию перенести на более поздний период. Например, в тех же Соединенных Штатах Америки. Школа, колледж, люди после колледжа работают и только после этого думают, нужно им высшее образование или не нужно. Вот это я, я вообще, так как я сам советский человек, да, как бы, да, я не люблю говорить, что вот в советское время все было плохо. Но тут немножко есть вот то, что мы взяли в эту нашу жизнь, в 21 век, из Советского Союза. Что это значит? Там была тогда установка определенная. Садик, школа, институт, завод или фабрика, кому как. Поэтому вот у нас до сих пор есть вот эти пережитки, мы так и думаем, сейчас все дети так и думают. Почему дети, они так бы и не думали, если бы родители их с самого детства не готовили к этому. Как я вначале сказала, есть люди, которые, если хорошенько так вот, когда профориентационная работа идет, то есть если с детьми поговорить, некоторые вообще не хотят поступать, но не хочет он поступать. Но надо, потому что над нами давлеют вот эти наши установки, которые были нам заложены, ну вот это уже временем, нашим родителям, а так как наши родители это для нас такие значимые, то есть референтная группа, то их установки мы воспринимаем, а, да, так и должно быть, да, 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 я должен это сделать. Но я знаю очень много выпускников, не только в этой школе, но и вообще знакомых, которые вообще не работают по своей специальности. Потому что им сказали, вот ты должен работать, вернее, поступить после школы в институт, и родители знают, в какой институт ему поступить, он туда поступает, а что далеко ходить. Я тоже поступила на филолога русского языка и литературы. Но потом все-таки сказала, вот, и до свидания, пойду все-таки по своей профессии. Отлично. Все-таки вы не ответили на мой вопрос. К сожалению, нет у нас факультетов, имя которым я не хочу никуда поступать, но социализация нужна и нужен какой-нибудь диплом родителям, нужно какой-нибудь диплом родителям показать. Нет такого факультета, поэтому люди и выбирают что-то наиболее близкое, либо к семейным традициям, либо то, что ближе к душе. Все-таки было бы логичным переносить вот этот момент профориентации на более поздний период. Нет, вот здесь я с вами не соглашусь. Я даже сказала бы, что профориентационную, такую хорошую, ненавязчивую, не такую давлеющую профориентационную работу, то есть ребенок должен начинать выбирать профессию, вот, ну, лет с десяти уже вот примерно представлять себе. Вы знаете, в мире же есть более тридцати тысяч профессий. Появляются каждый день новые. Конечно, вот, все меняется, все растет, все сейчас так развивается, причем в таком бешеном темпе, что, конечно, чтобы все это обслуживать, чтобы все это воспринимать, появляются новые профессии. Но родители, вот если детей спросить, сколько профессий, ты знаешь, детей, почему детей, выпускников, допустим, да, они не более тридцати называют. Все, больше нету. И я бы не стала винить прям детей в этом. Да и винить кого-то вряд ли нужно, потому что просто я считаю, что родители должны создавать ту среду, где ребенок будет узнавать что-то новое, чтобы он знал, что вот есть, а, вот такая еще профессия есть, оказывается, слушай, вот это так классно, вот это вообще мне нравится. И он находит то, что не в юриста он пойдет, не в экономистов он пойдет, а вот он хочет быть вот именно там дизайнером, о, господи, чушь такая. Я название даже забыла. Дизайнером космических программ. Ну, я не знаю, есть такая профессия или нет, по-моему, условно. Да, и эту работу надо проводить пораньше. А с другой стороны, вот вы заговорили о США, допустим, я точно знаю, что тот же Гарвард, он, допустим, когда вот у них заканчивают школы или колледжи, да, допустим, да, они поддерживают в молодых людях то, что они год, вот они закончили, да, год они вообще могут вот походить, поволонтерствовать, позаниматься разными делами, и не обязательно прям вот платно за деньги, но если получится, то почему бы и нет. И тогда он понимает, а, точно, вот теперь я хочу вот это, вот теперь я точно понял, что я вот этого хочу. Ведь очень редко из всей популяции детей, людей, кто-то знает точно, что он будет кем-то. Это редко бывает, конечно. Вообще не надо, мне кажется, бояться. профориентация, это не так страшно, потому что сейчас приходят родители, которые говорят, ой, слушайте, а что, а куда нам теперь идти, и что нам теперь делать, а он никуда не хочет. Ну да, ну время нужно, ну а что? Если он не решил до сих пор, ну придет время, а от того, что ты будешь ребенка... Сколько у нас людей, которые не работают по своему, по специальности, которые написаны в дипломе? Ну вот в нашей студии как минимум двое из трех, окей. Трое из трех, я думаю. А даже, да, геометрические прогрессии, да, если ты сейчас... Не, ну в то же самое время нужно понимать, что это образование, которое мы получаем в университете, оно позитивно влияет на многие вещи. Например, вы заговорили о стрессоустойчивости, после, скажем так, университетских сессий, мне не страшно... Ну вообще ничего, да? Ну я не скажу, что вообще ничего, но 90% потрясения не просто-напросто пролетает мимо. Если говорить об уровне социализации, в принципе, университет — это место, где ты нарабатываешь дружественные связи, это раз, и там, где ты находишь тех людей, с которыми возможно, ну я не говорю про всех, продолжаешь, скажем так, общаться на протяжении всей жизни, потому что школьные друзья — это школьные друзья, но в университете эти связи становятся крепче. То есть по этим двум минимум причинам, мне кажется, в университет поступать нужно, даже если не хочется. Только для того, чтобы, в кавычках, нарастить друзей себе. А теперь вот то же самое, вот тот пример, который я вначале вам сказала. Ребенок, мальчик, он не хотел вообще в институт. Я же говорю, он пошел все-таки потом отучился, где-то на третьем, по-моему, курсе он бросил, и стал, он выпускает мебель, и мебель хорошую выпускает. Может быть, вы даже знаете этого человека, это было давно, правда, он же взрослый сейчас человек, и там столько подмастерьев было у мастера, там столько людей, там столько клиентов, и у них мебель так как дорогая, он из дорогого дерева делает все это, то клиенты у него и соответствующие, вот тебе и друзья, которыми, да, обрастай сколько хочешь. А ведь 5 лет, 3 года у него, вернее, были потеряны. Так что тут вот немножко как-то вот... А вы же не знаете, вдруг... Не надо цепляться к тому, что мы... За эти 3 года он набрал, скажем так, свою клиентуру, которая впоследствии и продавал свою мебель. Мы об этом ничего не знаем. Да. Ну, хорошо. В принципе, мы немного затянули с профориентации. Скажите, есть ли какой-то действенный способ понять быстрее, что тебе больше нравится? Помощь абитуриентам. Помощь абитуриентам. Все-таки сейчас есть очень много онлайн программ, которые позволяют тебе все-таки чуть-чуть понять, чего же ты хочешь. Да, человек это такое не совсем прям полностью познанное существо. Он еще не может... Бывают дети, которые не знают, чем заняться. Но почему бы и не позаниматься вот этими онлайн программами, которые определяют на... Или к школьным психологам. У них есть такая батарея методик по профориентации. Но у нас дети еще приходят к тому, что вот они просто берут, просто отмечают, и как бы вот от фонаря иногда, в кавычках, скажем так, да. Нужно же для этого подготовить детей, чтобы они все-таки посмотрели, почитали. Чтобы перед тем, как отвечать... Это вот, конечно, усидчивость и вдумчивость нужна. Вообще, то, что практически прямо сейчас, прямо вот что мне нужно, есть три профиля... Есть разные направления. Ты хочешь общаться с человеком, ты хочешь работать с человеком, ты хочешь работать с природой, ты хочешь работать с техникой. Я ничего не хочу делать, я хочу получать деньги. Ходит ли это в 53-х основных? Почему? Есть, да, сейчас такие тоже есть, которые говорят, да, это не важно, Сильталасовна. Главное, чтобы я рубил. Думаю, ну, если это по-твоему так называется, думаю, ну что ж. А ведь чисто по-моему, за вот 40 с лишним лет, которые я себя знаю, все-таки важно, чтобы ты на работу шел с удовольствием, а после работы домой шел с удовольствием. А больше ничего и не надо, мне кажется. Вот мы еще выше заговорили о том, как родители все-таки неправильно влияют на выбор профессии ребенка своего. Может быть, есть какие-то советы родителям, как они не должны себя вести или как, наоборот, должны они себя вести во время того, как ребенок выбирает себе профессию, ну, буквально на ближайшие 4 года хотя бы. Родители... Ну, в последнее время появляются такие адекватные родители, которые не насаждают свою идею о выборе профессии своему ребенку. Есть родители, которые создают эту среду, чтобы он узнал, узнал вам что-то новое. То есть они ведут его в разные кружки. Есть родители, которые с детства прям начинают там в разные кружки, но без вот такой напряга, что ты должен, ты должен добиться еще чего-то. Если на плавание, то чемпионат мира, там, я не знаю. Есть родители, которые дают ребенку заниматься многими видами деятельности, потом кто-то вот раз, и ребенок открывается. Он говорит, да, вот это мне интересно. Но все равно, я думаю, родители будут, потому что я вижу по многим родителям, которые к нам приходят, что они все равно насаждают своим детям вот это свое видение своей профессии, будущей ребенка. И это, я думаю, так и будет продолжаться. Ну, так как время идет, родителям просто быть... прислушиваться к детям, потому что они пойдут, они получат этот диплом, они будут страдать, ведь они не хотят это учить вообще-то. Редко кто вот именно по совету родителей идет и получает удовольствие от этой учебы и думает, да, точно я буду работать. Редко кто. А в основном родители, да, все равно будут давить. Этим родителям, конечно, хотелось бы сказать, что все-таки надо прислушиваться к детям. Это не мы, наши дети, они другие, они совершенно другие. Они знают иной раз больше, чем мы. Подытоживая нашу беседу, можно вывести следующий тезис. Прислушивайтесь к своим детям, это раз. Не беспокойтесь, это два. Ну и, конечно, не забывайте готовиться к экзаменам. Последние два утверждения все-таки относились, наверное, больше к элитарентам. Я хотел бы напомнить, что в гостях у нас был замечательный психолог Асиль Суинбаев. Вам большое спасибо за то, что пришли. Спасибо вам большое. Приходите еще обязательно в гости. У нас в скором времени еще и про поступление возможно тему будет. Там тоже расскажите поподробнее. И обращаемся к нашим дорогим телезрителям. Утролайф продолжится буквально через пару мгновений. Поэтому никуда не переключайтесь.